Проект «Образцовый подъезд» не просто ремонт. Стены этой лестничной площадки теперь украшают цветы. Именно их попросили нарисовать стрит-арт-художника Дарью Романову местные жители. От задумки до её воплощения несколько часов. Она нас поздравила с 8 марта всех наших женщин, и мы очень ей благодарны. Подъезды многоквартирного дома на улице строителей нуждались в ремонте. За помощью в решении этой проблемы жители обратились напрямую к главе региона Вячеславу Гладкову чуть больше двух недель назад. После получения предписания от госжилнадзора управляющая компания начала работать с креативом. Мы хотим в ближайшее время, чтобы лет через пять мы не увидели уже многоквартирных домов, то есть зайдя в подъезд, мы не увидели, когда половина подъезда покрашена синим, а остальное побелено побелкой. А это уже подъезд жилого дома на улице Ватутина, который тоже больше похож на произведение искусства. Автор граффити тоже Дарья Романова. Сейчас она заканчивает рисовать. Во время работы Дарья использовала эту аэрозольную краску на акриловой основе. Она имеет ряд преимуществ. Износостойкая, долговечная и быстро сохнущая. Если я сейчас что-нибудь нарисую, я не испорчу? Нет. Удивительно замечательно, очень красиво. То, что этот проект сделали, все жители довольны. Управляющая компания в чём ведении находится дом в зелёной зоне областного рейтинга. Директор признаётся, работают, чтобы стать ещё лучше. Мы отобрали подъезды, которые можно будет в качестве примера показать, для того, чтобы внедрить их в обычных типовых подъездах. Управляющие компании – посредники в диалоге между жителями и художником. При согласовании эскиза учитывается мнение каждого собственника. Как и в доме номер один на улице 60 лет Октября. Мне нравится эта идея, потому что 30 лет я живу в этом доме. И за вот это всё время это очень творческий хороший подход, нестандартный. Посоветовались с жильцами, с подъездом. Да, там были какие-то разногласия, но пришли к общему знаменателю. В принципе, довольны. Это лучше, чем просто синяя стена. В планах управляющей компании в этом году вот так креативно оживить ещё три многоквартирных дома. Мы посмотрим в рамках пилотного проекта на отношение собственника помещений к такому виду. И отсюда уже будем отталкиваться для дальнейшей реализации, конечно, этой идеи. В рамках проекта «Образцовый подъезд» в этом году граффити украсит стены ещё почти 200 домов по всей области. А вот в доме на улице Чудесной сегодня Госжилнадзор проверяет качество отопления. Это повторный визит после жалобы от местных жителей 29 января главе региона Вячеславу Гладкову через Инстаграм. Дом новый с индивидуальным отоплением. С наступлением зимы не все электрообогреватели оказались в рабочем состоянии. Температура в местах общего пользования соответствует установленным нормам. 14-16 градусов. Но это не значит, что управляющей компанией можно расслабиться. Инспекторы, как говорится, взяли на карандаш этот адрес и будут каждую неделю приходить с проверкой. Михаил Перетокин, Евгений Кравцовский. Программа «Такой день» на мире Белогория.